Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Когда я говорил про инструменты для удаленной работы, ссылка в описании, я говорил, что мы пользуемся Telegram как быстрым мессенджером, но забыл упомянуть про Сигнал. А Сигнал вообще-то самый безопасный мессенджер по версии многих разработчиков. И если говорить о безопасности, Теплица рекомендует именно Сигнал для наиболее чувствительной, то есть секретной переписки. Еще раз, это не означает, что Zoom или Telegram безусловно опасны, и их точно прослушивают. Установим, кстати, десктопную версию. Единственное, и это немного странно для мессенджера, который позиционирует себя как самый безопасный в мире, тут нет возможности регистрации без привязки к номеру телефона. То есть у вас в контактах будут только те, чьи номера телефонов вам известны. Поэтому, если хотите пользоваться десктопной версией, нужно устанавливать приложение для мобильного. Более того, какие-то функции доступны только в мобильном приложении. Приложение бесплатное, качаете, устанавливаете, сканируете код. В общем, следуйте инструкции на компьютере. А я пока устанавливаю, расскажу о безопасности. Это действительно самый безопасный мессенджер в мире со сквозным шифрованием всего, включая звонки и видеозвонки. Можно много говорить о том, кто безопаснее и почему, но это всегда вызовет дискуссию, поэтому скажу просто словами руководителя теплицы Алексея Сидоренко. Сигнал — это наша единственная надежда против тотальной прослушки. А развернуть эту тему в рамках скринкаста явно не удастся, разве что в одном из ближайших стримов. Итак, вот у нас синхронизировалась мобильная десктопная версия, а значит можно писать. В принципе тут все предельно просто и мало чем отличается от Telegram. Пишите сообщения, добавляете смайлики. Также есть возможность просмотреть все сообщения с медиафайлами или документами, как и в Telegram. Вот так, собственно, вы эти файлы прикрепляете. Есть тут даже стикеры. Словом, все тоже самое. Единственная вот эта штука мне понравилась. Не обращал внимания в других мессенджерах. Можно развернуть поле ввода. Иногда бывает удобно, когда пишете много текста. Так что о том, что здесь есть как везде, не буду, а расскажу об отличиях. Ну, собственно, еще раз. Сигналы это про безопасность. И первое тут это подтвержденный и неподтвержденный собеседник. Вот тут можно посмотреть код безопасности и как-то сверить его с кодом безопасности у вашего собеседника. Они должны совпадать. Можно, наверное, в самом же сигнале отправить. Не знаю, насколько это правильно, но можно воспользоваться чем-то другим, например, PGP или защищенным чатом в Telegram. И если ключи совпадают, можно отметить этот чат как подтвержденный. Таким образом, защищенный чат становится еще более защищенным. Это исключает возможность появления человека посередине. Далее следующая степень защиты. Даже если вы удаляете сообщение, оно не удаляется у вашего собеседника. Более того, оно не удаляется на вашем же телефоне, если вы удалите его на компьютере. К этому надо привыкнуть. В этом случае, особенно для чувствительной переписки, нужно использовать функцию исчезающих сообщений. Вы выставляете время, печатаете, и сообщения планомерно удаляются. И у вас, и у второй стороны. Удаляются навсегда, без каких-либо следов. А удаляться они будут до тех пор, пока вы не отключите эту функцию. При этом еще раз, даже если вы удалите весь разговор, он не удалится у собеседника. Имейте это в виду. И даже вот эта кнопка «Очистить данные» не удалит сообщения отовсюду. Так что пользуйтесь самоуничтожающимися сообщениями для чувствительной переписки. И последнее – это группы. Просто полезная информация. Здесь, так же, как и в Telegram, можно создавать группы, но функция эта есть только в мобильной версии. Стартуете новую группу, как-то называете, добавляете участников. Ну, то есть, все просто. Это я к тому, что такая функция тут есть. Еще здесь есть достаточно обширная закладка настроек приватности, но это уже для следующего скринкаста, если я пойму, что тема востребована. Ну что. Есть сигнал? Сигнал отличный. Добавить к этому нечего. Все, любите друг друга. Вообще мессенджеры делают нас ближе, пусть и виртуально. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать в теплице социальных технологий. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok